В поисках дороги к ярмарке воскресного дня иду по улице Пирогова. Вот здесь гостиница «Уют» просматривается сквозь забор. И нашла очень интересный практически арт-объект. Посмотрите, как он дивно называется. Комсомолец. Чья-то комсомольская юность здесь проходила в трудах и заботах. А далее почти за забором после комсомольца республиканский эндокринологический центр. Разруха и запустение. Вот эта улица Пирогова. Ну вот, как говорится, вот новый поворот. И, как водится, мотор ревёт. Иду дальше. В сторону улицы Ленина, как мне сказали. Ну вот, успешно дошла до конца улицы Пирогова вдоль этой красивой сплошной изгороди. Там были ворота помпезные, но не стала их снимать, дабы мой путь не прервался случайно. Вот такой перекрёсток живописный. Отель Гранд Кавказ. Наверное, какой-то выездной детский сад. И вот ребята прогуливают собаку по улице Торчокова. Оттуда я дошла до улицы Ленина. Вот эти серебристые прекрасные ели и хороший ландшафтный дизайн указывают на то, что я на верном пути. Видимо, двигаться мне нужно в ту сторону. Сейчас идём вперёд, пока у нас зелёный свет. А на противоположной стороне, севера, какой он там написан, Кавказский государственный институт искусства. Ну вот, институт. Я иду дальше и практически впереди уже вижу шатры. Наверное, это моя цель. А тут ещё какой-то институт геофизический. Вот как. В общем, много учебных заведений в Кабардино-Балкарии. Хорошо их обучают. Кстати говоря, люди говорят почти без акцента на чистом, красивом русском языке. Так, я у цели. Показываю ещё одно здание в конце пути. Судя по размаху, это здание администрации. Ну и вот большая площадь, которую превращают в рыночную, нас встречают ёлочки. Сейчас будем смотреть, что здесь. О, самшит. Вот зелень всякая. Паш, 10-700 граммовые. Закрутки продаются. Это у вас лечо, да? Это лечо, лечо, что такое, не знаю, дочка. Но идеально вкусный, синенький болгарский перец. Ага, синенький. Идеально вкусный баночок. Острое это? Да? Острое? Всё в норме. Всё в норме. И сколько баночка стоит? За 50. Я брала. Нет, такой. Вот это за 50 можно. За 50, пожалуйста. Знаете, дочка моя... Дочка моя сама и лечестра, и повар. Ага, понятно. Она идеально по технологии. Всё очень хорошо. Всё идеально по технологии готовит и вкусно, да? Ну ладно, на обратном пути, может быть, приобретём. Спасибо. Так, вот здесь много-много яблок. А это фасолька у вас, да? Фасоль? Да, это фасоль. Сколько фасоль стоит у вас? Сколько? 150 рублей. 150 литровая банка, да? Литровая банка, да? Ага, понятно. Так. Сухофрукты. Почём сухофрукты? А какие? Ну, разные у вас. Я смотрю, айва. Ну, вот это. Яблочные. Это, по-моему, 50 рублей. Яблочные, да, чипсы? Ага. А уксус винный сколько стоит? А я не знаю. Лера? Сироп бузины и чайный гриб. Сейчас, сейчас. Надо же, как много всего у вас. У нас что-то спрашивают, я не знаю, сколько бузина какая-то там. Бузина, вот сироп бузины у вас продаётся. Это что? Это что-то... А, что-то готовое? Это не вы делаете? Почему не мы делаете? Настойка ваша, да? А чего он? Сахар и ягоды. Сахар и ягоды? Это сосуды, кровь. Ага. Это кишки все прочищает. И мы не делаем. А с давлением что делает? Ну, и раз сосуды, значит и давление. Пресса снижает. Снижает, да? Нет, не пресса, нет, нет. Не пугайтесь, нет, нет. Вот так. Без кипячения, без ничего, в эмалированной кастрюле, просто ягоды, без всяких. Ясно. Все витаминные сахара. Первое, отжима с сахаром, да? Нет, не отжим. Просто они стоят и выпускают. А, настойка, да? Нет, это не настойка. Настойка это на спирту. Да. А это сахар и сок чистят. Это как мед получается. Понятно. Понятно. А чипсы из Айвы сколько стоят? Вино. 100 рублей банку. То есть все банками меряете, да? Ну, да. Понятно. У нас они влажные, поэтому... Спасибо, спасибо. Хорошо. Черемшу банками. Ага. Черемшу банками. Ясно. Консервированная, да? Ага. А как вы ее консервируете, черемшу? Как? Слегка отвариваешь ее. Там буквально 2-3 минуты. И туда сахар, и уксус, и... А в какой пропорции? Столовую ложку горой на банку. Сахар? Нет, соль. Соль. И сахару, чайную ложку. Да. Да. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а что такое маклюра? Лечебная суставы лечит. Суставы лечат? А как ее используют? Настойку делай, используй. Да? Вот у вас написано плов. Это заготовки, специи специально сделаны, да? Да, плов. Угу. Понятно. Так, вино домашнее. О, каберне. А сколько каберне стоит? 250. 250. Хорошо. И аджика абхазская. То есть только капуста с солью, классический вариант, да? А сколько она стоит? 80 рублей. 80 рублей килограмм, да? Угу. Хорошо. Ух ты. Сырку-рыбу беру и пересолю на сладенькую рыбку. Сельдь вяленая. Откуда у вас сельдь? С Атлантики. А, то есть вы берете Атлантическую, да? Конечно. А потом вялить ее на солнце, что ли, или что? Потом засаливаем, стоит в рассоле двое суток, потом вынимаем ее в водичку, чтобы лишняя соль вышла, потому что она оббирает в себя много соли, а лишняя выходит. Ага. Потом она постояла в воде, лишняя вышла, вытаскиваем, вешаем, она проветривается, все стекает, вода всякая, и вот отдаётся опять. Понятно. Ну, вы вешиваете под крышей где-то, не на солнце? На сквозняке. На сквозняке, да? Да. Навес и на сквозняке. Под навесом обязательно. И сколько примерно? На солнце она поржавеет сразу. Да. А сколько времени примерно она вялится после просаливания? Ну, уже дней 10. Дни 10 и готова, да? Вот я смотрю, она толстенькая такая. Да, очень хорошая. А если балык хотите сделать, вот так по спинке разрезаете, голову отрезаете, хвост отрезаете, вот так на порции разрезаете, на кишки убираете, на тарелку вот так кладёте, за ночь она полежит, чуть-чуть подсохнет корочкой. Балык не нужен, форель не нужен. И прекрасно. Ты пушаешь? Ой, это вообще с маслом, подсолнечным, луком, водочки туда. А с пивом вообще. Понятно. Так что он подходить. Спасибо. Где? Кружевая? Нет, в горном роднике. А, реально. Я. Хорошо. Ладно, спасибо за рецепт. На дымшку взяла. Десять банок девушка взяла? Десять банок на варенье взяла, да? Она на варенье, у неё 6 детей. Слушайте, а какая она у вас интересная? Она прямо вот веточками, да? Это одна женщина попросила, с ветками принеси. Я ей принесла, она не... Не захотела брать? Да. Понятно. Так, а это у вас что? Адыгейский сыр или какой? Адыгейский. Это натуральный, чистый, жирный. Натуральный, чистый, из коровьего или из козьего молока? Чистый, 100% молока. Козьего или коровьего? Коровьего. Коровьего? Да, да, коровьего. Ясно. А сколько стоит сыр? 280 рублей килограмм. Это, знаешь, как шимим? У меня всё время длина. Это не грамм, я не сметану не снимаю. Вот я дочка взяла, а вот я сейчас покажу, если вам надо. Вот такой сметаной, она в баллоне. Вот так. Такой шим. Это корова-корова. Хорошая корова, понятно. Это утки? Утки. А, да-да, смотрю, через пакет видно теперь. А сколько они стоят? 250 килограмм. И сколько в одной уточке килограмм получается? Самое малое 800 получается. 800, 950 тысячи с лишним. Понятно, за штучку. Ясно. Так, здесь у нас смесь всего. Идём дальше. О, сколько специй разных. И всё с прописями. Как принимать, что от чего. А там боты-сапоги. Тоже утки-гуси, мандаринки. Помидорчики за 50 рублей. Да, в декабре месяце хорошая цена на помидоры. Это наши домашние, понимаете. Это уже просто собрали. Ага. То, что осталось после снега, да? Или как? Нет, в теплице сейчас будем уже убирать. А, в теплице растут. То есть они не на грунте открытом, да? Нет, на грунте вариантов нет уже. У нас уже в октябре было даже холодно. А вы удобряете их? Да, что тоже есть в лагу. Удобрение у нас скотина домашняя. А, навоз, да? Да, у нас в основном всё навоз. Мы птицу выращиваем, броли, гудей, индюков. Знаете, вот это. У нас земля обогащённая. Там вообще не надо ничего. Просто вот от белокрылки, от летающих. От насекомых, в общем, да? Да. А что от белокрылки используете? Это уже в химзащите, что... Что продаётся? Мешать и всё. Мало, ничего. Даже по вкусу. Его по вкусу можно понять. Только он в химии уже нет. Понятно. А огурчики почём? Тоже 50, да? Нет. 130. 130? О, как огурцы дороже. А перчики – это штука, да? Острый перец. Ага. А солёные огурчики почём? 150. Это малосольные. Малосольные? Угу. Так, и хурма. Хурма – это вязкая? Нет. Это хаская всё. А она сколько стоит? 80 рублей. 80 рублей. Ясно. О! Смотрите, как имбирь подписан. Прямо каждый кусочек со своей ценой. Здорово. Пеха. Мёд. Лимончики. А орехи грецкие почём? Сколько, говорите? 40 за килограмм. 40 за килограмм? А, 100 рублей за килограмм. Ага, понятно. Абхазские, в основном, мандарины здесь. Скажите, а закрутки сколько у вас стоят? От 100 и выше. А трёхлитровая банка? 150. 300 рублей, да? 300 рублей? Да. 300? Я не поняла. 300, да? Независимо от того, что там внутри. Ну, они же разные. Тут помидоры, кабачки. По 300 рублей. Все по 300. Понятно. Хорошо. Они того стоят? А это такое розовенькое. Это что в бутылках? Это хрен. Хрен, да? Хрен и этот домашний. Ага. А сколько хрен стоит? Маленький 50, средний 50 и 200. Это вот 200, которое в банке из-под кофе, да? Да, да. Понятно. Он с чем там? Вы сами готовите или нет? Я сама делаю. А скажите, пожалуйста, рецепт. Какой рецепт? Как вы делаете? Рецепт там томат и чуть-чуть чеснокай. Томат в хрене? Обычно свеклу делают? Как нам? С томатом. То есть с кислинкой получается, да? Нет. Ясно. Я уже закончила. На восклик. Валенки. Наверное, теплые. Так. А я там молочко вижу. Это чье молоко? Ваше или нет? Молоко купили. А, это кто-то себе купил просто? А здесь оно продается где-нибудь? Вон напротив. Сзади. Вон, видите, что ли? Не вижу. А, вот там в микроавтобусе, что ли? Нет. Вот, вот, вот. А, все понятно. Вижу, вижу. Скажите, пожалуйста, молочко ваше? Вот, вот, молочко. Оно мое. Оно козье или коровье? Это коровье. Сколько оно стоит? 80 рублей. Полторушка. 80 рублей. Здесь полтора литра, да? Ага. Хорошо. Оно цельное? Не пастеризованное, не стерилизованное, да? Смело вам говорю. Смело говорите. Я то, что беру в ней сам. Понятно. Хорошо, спасибо. Очень вкусно. Да? Возьму на обратном пути. Оставьте мне бутылочку, пожалуйста. Не возьмете. Лучше заранее возьмите и отложите. Не, я не могу. Я просто не смогу. Я сделаю круг и вернусь. Я что говорю? Купите, отложите в сторону. Иначе вернетесь, можете не заставить. Да, ну я девушку прошу. Девушка, оставьте мне, пожалуйста, бутылочку. Я сейчас круг пройду и заберу у вас ее, ладно? Спасибо. Так. Почем птица? По восемьдесят. Сто восемьдесят килограмм? А сколько здесь получается? Где? Вот. А, это индюшка. Ну, тоже сто восемьдесят? Нет. А сколько индюшка стоит? Вам же не надо. Ну, я узнаю. Просто меня просили узнать. Триста рублей килограмм, да? А сколько в ней? Килограмм пять получается или больше? Семь. Семь, да? Ага. Ясно. То есть две тысячи. Это не куковка. А вот это грудка индейки у вас в тазу? Нет, здесь не экскурсия. А вот здесь. Как говорится? Муж просил. Не кричите. Муж просил снять. Я не кричу. Я не кричу. Да, да, да. Я не кричу. Ну, ладно. Спасибо. Ох ты. А, скажи, что я забыл твоей. Вот хозяин. Вот мясо. Мясо очень вкусное. Челка. А то все. А, мясо надо же. Мясо хорошее. А вот это грудь. Тоже самое. По 300 рублей. По 300 рублей мясо. Да? Это ваши гранаты? Да. Вы выращиваете? Да. А сколько они стоят? Азербайджана. Из Азербайджана? А, дальний путь. И сколько стоит? 80 рублей. 150 килограмм. 150. А сок вы выжимаете? 250. Сколько? 250. 250 стакан, что ли? Да, пол-литра. А, пол-литра 250. Понятно. Это не дорого. Ну, может и не дорого. На 100 рублей. Лимончики. Да, все прекрасные. Картошка, лук. А картошка, лук тоже азербайджанские? Это местные. Местные? А они почем? 35. 35 и то, и другое? Лук 30. Лук 30. Картошка 35. Понятно. Местные. Лаванда даже. Вот по 100 рублей лаванда. Ой, корень сельдерея здесь есть. Конечно, сами выращиваем. А вы хрен тоже с помидорами делаете? Да, с томата. Ясно. Вот интересно, никогда не пробовала. Обычно мы со свеклой используем. Они тут с помидорами. Это больше в России со свеклой. Ну да. А перчики какие интересные, маленькие. Чили такой маленький, да? А лаванда местного производства. Тут тоже выращивают. Что, у вас лавандовые поля или просто выращиваете на огороде? На огороде. На огороде, да? Пока. А потом поля. То есть, хотите расшириться, да? Они должны. Как в Провансе. Да. Чем хуже. Ничем не хуже, точно. 120 килограмм. А в баночке это у вас сметана, да? Сметана, творожок, молочко. Смотрите, какой он стой. Лечернее. Да, да, да. Сколько? 90? Это полтора литра? Полтрашка. Угу. Рисисто свое. Ясно. Репка. Репка. Да, замечательная. Слушайте, это редька такая розовая внутри. Арбузная. Арбузная? Ну так называется. Она по-другому называется. А на вкус она какая? Более жгучая или нет? Нет, наоборот, сладкая. Сладкая, да. А можно попробовать кусочек? Маленький-маленький. И черная редька здесь, и все. Сейчас я это обрежу. Ой, много не надо. Нет, я это обрежу, как бы почистила. Ага. Ешка, вот эти чищенные можно попробовать? Можно, пробуйте. Угу, спасибо. Это сверху я. Угу. Сухие, все, перевратые. Одни эти бабочки, половинки. Ой, действительно. Это килограмм. Интересно, изумительно. Вкусно, вкуснее, чем белая. Ну да. Спасибо вам за открытие. А икру вы откуда привозите? Сахалинская. Сахалинская? У вас какая-то прямая поставка от знакомых или что? Наверное, не знаю. Это сын. А сын дает просто на реализацию, да? Сыр козий. А почем сыр? Сыр почем? Сыр 550 козий. Коровий 300. Угу. Понятно. Вот разные виды сыра. Коровий 300 рублей килограмм. А козий 550. Но он весь такой мягкий и свежий. А сметана? 150. Ага. 150 сметана. В общем, рынок громадный. Вот видите, какой. И по периметру идёт вот так вот. Вон ёлка. Лаваш. В общем, такой вот рынок. Достаточно большой. А тут даже какие-то булочки, пирожки и хлебушки. Это не хлебушки. А что это? Это адыгейские сыры. Это адыгейские? А-а-а. Слушайте, это ясос липуневир. И что, вот эти вот, которые рулетиками? Это все сыры, да. Это тоже сыры? Да. Ага. Интересно, и сколько он стоит? 650. Это всё копчёные сыры, да? 80. Рулетики какие-то тут. Они все копчёные на чём? На чём коптите? Расскажите, пожалуйста. Это на опилках копчак всё. На опилках какого дерева? О, я даже не знаю. Не знаете? Сколько стоит, вы сказали? 650. 650 килограмм, независимо от формы, да? Да, да, независимо от формы. 650, ясно. Вот видите, какое разнообразие. Интересно. А, и колбаска даже. Покет дать, ованье. Так, ну... Ованье, покет дать вам. А, хорошо. Колбаса-то у вас не домашняя? С завода какого-то, да? С завода какого-то, да? С завода говядина чистая. Чистая говядина? И сколько она стоит? 300 рублей килограмм. Ясно. Ну, я смотрю, тут что-то ещё заводское у вас есть. Сосиски, что ли? Это охотничьи, да. Охотничьи колбаски? Местного производства? Завода какого-нибудь? Да, домашние. А они сколько стоят, охотничьи колбаски? А? 300. 300 все, да? И колбаса, и охотничьи колбаски. Ясно. Ну, так. Да, всё мясное. Расскажите, пожалуйста, что есть, что и сколько стоит. Вот прям как называется и почём? Вот смотри, ливерная домашняя колбаса. Ливерная домашняя. Так, она из чего? Там печень, лёгкое сердце. Ну, весь ливер говяжий. Говяжий, так. А дальше идёт... А почём? Баранья трепуха, 180 килограмм. 180, так. А это жаруме идёт баранья трепуха, внутри кишки со специями. Ага. 100-200 рублей штука. Так. Дальше идёт тоже жаруме. Это вот эта тёмненькая, да? 450 килограмм. А вот в баночке это майонез, что ли, или что-то? Нет, это козий жир. Козий жир к нему прилагается или это отдельно? Это отдельно. Так, хорошо, дальше. Дальше идёт бараньи язычки, говяжий язык. Копчёный, варёный, свежий. По чём языки эти всякие? Свежие бараньи 650 килограмм, говяжий стоит 450 килограмм. Копчёная сочетка баранина 80 рублей, говяжий стоит 600 рублей. Да, ясно. Так же идёт курдюк, бараньих хвост. Курдюк это который? Вот этот, вот этот, да? Это в котором жира много? Это хвост бараний. Хвост. Там холестерина, это не жир. Ага, понятно. Сколько он? 350 килограмм. Это 150 килограмм. 150 килограмм. 350 килограмм. 350 килограмм. Ааа, 500 килограмм. Подождите, давайте я клеточку. Там холестерина нет. Вот что ж. В курдюке, да? Да, нет холестерина. Вы используете? Да. Здоровьем блещете? Да. По 80 килограмм. А это холодец, да? Так же зетух. Это холодец, да. Холодец. Ясно. Так, вот я вижу что-то такое. А вот это вяленое. Копчёно-вяленое. Ага, вяленое. А сколько они стоят? Начиная от 600 до 900 рублей. За штуку или за килограмм? Килограмм. Килограмм, ясно. Но мало ли. Мало ли. Килограмм, подфотом. А у вас есть просто балыки? Бывают? Есть штуки, да? Есть вяленые. Вяленые. Так, сейчас посмотрим. Ой, что-то там под машиной такое. Разделывают здесь прямо что ли? Непонятно. Чтоб совсем свежее было. Так. Здесь прямо с фаршем. Мясо свежее. Активно люди покупают. Вот эти по 7. Вот эти по 7. Вот эти по 7. А вот. Гангетская вне. Вот. А вот. Гангетская вне. 600 килограммов кушают Зачем выкидывать, домой вези Да, да, вот нас интересует филейная типа балыка Нет, это 850 килограмм Это вы прям совсем загнули А половинку можно? Ой, 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 ой Да, это да, много Вот мы бы, знаете как, вот эту часть мы взяли Да, вот так вот, она прям отрывается сама Там 100% филе, да, ни одной косточки ничего нет Ясно То есть это ножиком врезать и кушать, да? Или можно зубами рвать На 530 рублей, пожалуйста Хорошо Китку сделаете пенсионеру Я сама пенсионерка Опоздались И два хлопца мы возьмем Молодец шикарный Ну давай, дима Молодец 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 530 Ладно, уступлю Давай 700 рублей Вот это торговля Здорово Спасибо вам, Назаровичка Отдали Вот он у меня на руке Ну теперь жду продолжения рассказа Вот в этом ряду, что у нас? Это сало, да, белое? Нет, это требуха Требуха? Внутренности Сало мы не придаем В лучшее мусульманские Субники приехали Так, подождите-ка Ну продавали Здесь покупал кто-то И что с этой требухой делают? Ее... Варят и кушают Понятно И начинку для пирогов делают, да? Или для чего? А как готовят? Что? Рецепт можете сказать, как это делают? Это слишком длинная история будет Это я не могу сейчас вам полностью рассказать Хорошо Это целый час продлится Ясно А в ведерках что? Как это называется? Кишки А из них Я не могу это все вам объяснить, милая моя На это надо время Приезжайте ко мне домой Весь день я буду вам рассказывать Отлично Спасибо за приглашение Приедем Это же наша дневмочка и раздражает Ладно, хорошего вам дня Но я сейчас у вас тоже куплю мясо Не расстраивайтесь Лапшу рассказать Чем она знаменита у вас? Эту лапшу мы производим сами Перепелиновое яйцо Яйцо перепелиновое перерабатываем Для того, чтобы Ну, грубо говоря Вкус За счет большого количества яйца Чем больше туда яйца бьешь И цвет Это не крашеная лапша Это за счет того, что яйца Можем убить Сколько она здесь? 70 рублей упаковочка 350 грамм каждой упаковочки Качество мы гарантируем Супе она потом и в вас Кашу не превратится А откуда у вас перепелки? У вас ферма, что ли? Да, мы сами занимаемся Ясно Так, сухофрукты попались Снимаем цены Вот какое разнообразие Чего здесь только нет Все, что пожелаете О, и бананы даже Урюк, курага, курага, курага Цены хорошие Остановочка на рынке В розыске, да? Ладно, не буду того, кто в розыске снимать А скажите, пожалуйста, это что за мясо? Говядина Телятина Не, ну телятина, она другая же Это и молодая, когда говядина Называется телятина Так что, расскажите про цены Вот балычная 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 А стоит, стоит сколько? 450 450 450 450 400 и 350 Всё, понятно Молодое мясо Скажите, пожалуйста, балыки вы делаете? Делаю А сейчас нету, да, с собой? Телочка Копченый Копченый Нету сейчас Нету В следующее воскресенье будет? Заказать Балык будет, нет? Это не балык? Да, балык Сейчас есть Сейчас есть, ну покажите То есть, то нет С вами не разберёшься Нет, естественно На камеру Приятного Понятно А, так, слушайте Это он что, копченый что ли уже? Он же не копченый Он копченый, он свежий Нет, меня копченый интересует Балык копченый? Да Она у нас свежий Нет, нет, нет Всё Спасибо большое Меня на камеру Посмотрим, какое оно Прямо такое аппетитное А что у нас не аппетитное здесь? Что не аппетитное? Ну да, для мясоедов всё аппетитное Вот какой смак Свежатина Вот какой смак Да Красота, лепота И почём? 450 Говядинка, да? Да, да Ясно А вот та, которая в балычке Или вот эта Она какая? Вяленая, копчёная Вот та? Это на дровах Копчёная На каких дровах? Бук Ольха Так У нас же здесь Канадский бук есть Вот, Канадский бук и ольха Да Ясно? Если вы не местная Я просто объясняю Я не местная, да Хорошо, спасибо вам Будем знать А это фарш вы продаёте, да? Да, это фарш А фарш почём? Жалко, что не довезти Так Ну вот у нас рыбный ряд Хозяин хочет нам рассказать Что это за рыбка А, вы интересуетесь? Конечно Серьёзно интересуюсь, да? Скумбрия Так Так Холодного, горячего Сами делаете? На домашнее топчение На чём коптим? Сушковые отпилки Это на расстоянии Это сразу два А рыбку где берёте? Крыбку мы с базы берём У нас привозная вся рыба Ну кроме речной Морская у нас привозная Мы с базы берём Вот в свежемороженом виде Размораживаем Бракеток берём Размораживаем В воде Селёта то же самое И уже начинается Процесс засолки Потом солёную Копчё Коптим Ясно Сколько стоит, говорите? 300 рублей килограмм Независимо от вида, да? Да Вся по 300 Одна где-то около 100 рублей Большая чуть больше 100 Увешивая Ясно Соответственно Свежемороженое Ага Это селёдочка? Это филе селёдки чищеного Так И сколько филе? С пряностями А стоимость 330 килограмм 330 килограмм Для ленивых Кто не хочет Чистить сельдь Для ленивых А это атлантическая сельдь, да? Выглядит-то она у вас хорошо Такая Сельдь посол Домашняя сельдь Аппетитненькая Ясно Каждое воскресенье вы здесь? Суббота и воскресенье Понятно Спасибо Удачи вам Пожалуйста